Доброго времени суток! Елена Корзинок, проект Территория Роста. В этом видео я расскажу, как создать картинку для того, чтобы представлять обучение, как ее делать и каким образом. Для этого нам нужен логотип нашего проекта Business System TR. Он выглядит таким образом на синем фоне, то есть вы используете вот такой вот планозначок. Сейчас я вам покажу макеты, которые System TR. Вот таким образом выглядят макеты. Конечно же, он еще бывает разного вида, вы можете использовать, но сам факт, вот такие вот значки, которые это именно нашего проекта. На его фоне мы создаем картиночку обучения, каким образом мы делаем. То есть у нас есть готовый документ, то есть просто создать слайд. Можете этот просто документ, который у вас уже есть, нажать дублировать слайд, если вы получили от меня документ. И ваша задача просто его подкорректировать. То есть, например, если нам необходима другая фотография, мы ее удаляем. И, к примеру, у нас в обучении представлен кто-то другой. Наша задача найти его фотографии. Ну, я обычно ищу какую-то красивую фотографию на хорошем фоне в социальных сетях. То есть вы здесь можете использовать любую другую, которая вам больше нравится. То есть вы здесь выбираете то, которое будет самое оптимальное и красивое на ваш взгляд и соответствовать деловому фону. То есть, чтобы это было обязательно бизнес-стиль. То есть, ну, вот, к примеру, мы выбираем фотографию. Выбрали фотографию. Она в бизнес-стиле. После этого нажимаем на фотографию на в увеличенном виде. И наша задача, правая кнопка нажимаем, копировать картинку. После этого в программе PowerPoint, в которой мы работаем, наша задача нажать на эту картинку там, где мы слайд редактировали. Эта картинка появляется. Мы просто ее перетягиваем мышкой и дальше можем регулировать. Но я обычно делаю красивую какую-то фотографию. Для этого нажимаю и вверху нажимаем работа с рисунками. Ну, вот у меня здесь съехал слайд. Нужно нажать работа с рисунками. Вверху появится в панели. И работа с рисунками вам покажет, какой вы можете формат рисунка выбрать. Здесь абсолютно разный может быть. Ну, можете, конечно же, в рамочке, можете в округлой форме рисунок, чтобы был. Но в любом случае выбирайте, который вам комфортно. То есть можете такой вот выбрать рисунок на ваше усмотрение. И дальше подписывайте, кто проводит обучение. То есть менеджер, директор, старший менеджер. После того, как мы подписали, мы вот здесь вот можем абсолютно все, что угодно. Хотите удалить, хотите подправить. Но здесь я просто, допустим, какие-то буквы удаляю, что-то говорю. Может быть, у вас не путешествие, а что-то другое вы хотите убрать. В общем, можете регулировать, как вам хочется и как заблагорассудится. Если говорить дальше, то, например, какое-то более интересное обучение, тематическое. То здесь я, может быть, какие-то свои рекомендации, картинки точно так же копирую из интернета. Подписываю дату. Если вам необходимо что-то вставить, то, пожалуйста, для вас все карты открыты. Креативьте что-то делайте. То есть, может быть, это какие-то дополнительные картинки. То есть, видите, это отдельные картинки, которые я искала в интернете. То есть, это просто картинки, которые вставлены. Для того, чтобы скопировать его, отправить этот документ, вам просто нужно нажать кнопочкой на маленький формат, который в слайде указан с левой стороны, нажать копировать. После этого зайти в Skype. И точно так же, как я в предыдущем видео рассказывала, нажать вставить. И вот здесь вот ваша задача уже после того, как появится картинка, нажать отправить. Точно так же абсолютно делаются любые слайды. Вы можете регулировать, делать любую надпись, которая вам хочется, любую картинку, которую вам хочется. Вы можете найти в интернете, скопировать и вставить. То есть, это на ваше усмотрение. Главное, чтобы вы знали, что вы хотите донести до пользователя и какую информацию. Самое сложное, это процесс подготовки, процесс идеи и процесс какого-то творчества. Елена Корзинок, проект «Территория роста». Спасибо вам за внимание.